Да-да-да, Мигас, это была новая заставка, и вам не показалось, и согласитесь, что смотрится что-то уже на уровне ящика, ну, в смысле, как по телевизору. Хотя, если вспомните Мэдисоновские игры на вынос, то эта заставка опережает, ну, лет на 10, наверное, то, что тогда было, но не суть. Сел ее все тот же Алексей, уже постоянный покровитель заставок моего канала, так что не забудьте в комментах высказать ему вожуху. Ну, я тоже выскажу. Спасибо, Леха, красавчик. Ну вот, и хотелось покозырять быстрее этой заставкой, а надо, ну, какую-то новинку сразу запустить, первый взгляд, поэтому... А хочется похвастаться, знаете, как школьница бантиками, быстрее в школу побежать, всем показать. И вот как раз вышел инди-хоррор очередной под названием Солярис, а Солярикс, Солярикс, наверное, да, правильно. Ну, как обычно, без русского языка, потому что там уже эти все хоррор-отделы уже, видимо, оставили попытки напугать русских. Ну, потому что нас-то страшные рожи напугаешь едва ли, мы в России их уже видали. Ну, какая разница, ведь это инди-хоррор, он... Инди-хорроры выходят очень часто в последнее время. Вот Гектор, меньше месяца назад, по-моему, Гектор вышел, абсолютно чудовищное говно, на мой взгляд. И эта игра тоже идет по его стопам, тут же принялась сжахать меня в глаза. Вот. О чем игра? Ну, видимо, про космос. О, есть выглянуть, обалдеть. Ну, как ходить-то я и так разберусь, я думаю. Прыжка нету, зато есть присесть. Прыжок есть, а если найду... Нихрена подобного. Солярикс, Солярикс, Солярикс. Знаете, я... Press use key... Какой key? А, enter. Как удобно, блядь. Господи, какая нелепость. Ну и что, и как? А, это как? А, разработчики всяких инди-хорроров, знаете, плодятся уже, наверное, со скоростью блогеров, малолетних, которые снимают видосы, там, какие-нибудь факты обо мне или прочее, какая-нибудь бородятина. А, фонарик, отлично. Видимо, пока я не научусь, а зам меня не выпустит из моей собственной комнаты, да? Я хочу открыть эту дверь. Ну, сразу видно, что это хоррор. Он очень похож на монструм. Тоже какой-то корабль, только здесь, походу, мы летаем по космосу. На enter, блядь, да вы издеваетесь. Давайте тогда хотя бы, хотя бы на shift, потому что это полная жопа, а на shift бегать. Ой, а тут кто-то умер незаметно. Как в песне. Когда он очень тихо помер. Та-та-ран-та-ра-дан. Так, а... Где есть контроль? Блядь, а еще меньше шрифт у вас был? Какой-нибудь вообще, чтобы, блядь, вот прям муравьи как будто писали, чтобы я... Я пойду возьму, блядь, не знаю, увеличительное стекло возьму. Хотел сказать лупу, но... Кто-нибудь непримерно пошутит за лупу, ага. А, смотрите-ка, использовать стоит на пробел. И так, но ни хрена подобного не работает. Почему? А работает. Только надо один раз нажать, а не держать. Вот как удобно. Я сказал удобно. Нет, это неудобно, это говно. Потому что, ну... Негласное правило, мне кажется, что... Ну, ладно, херс. Просто я, наверное, привык к Dead Space, где... Кинетик, пока ты держишь кнопку, он держит. Ты не держишь кнопку, он не держит. Сейчас, эх, страшная рожа, нет? Я надеюсь, что это не такая же игра, вот как Монструм, где ты ходишь, 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 хер знает, чё, хер знает, чё, хер знает, чё. А потом появляется какой-то сраный монстр и тебя убивает просто за секунду. Я даже затрудняюсь сказать, что это за движок. Глядя на этот труп, у которого рука застыла в посмертной зиге. Лихо ему кто-то ласты вывернул. Что это лежит так светит? Смотрите, у предметов, у всех предметов в этой игре есть аура, которую видно в лучах фонаря. А я думал, что это аура света и добра, наверное. Ты не можешь доверять компьютеру. И ты можешь доверять в меня. Только ей. Я могу доверять только ей. Женщине. Нету хуже положения в жизни, когда надо доверять женщине. Это отстойно. Как там в этой песне пелось? Что девчонкам верить нам нельзя никак. А кто им поверит, тот дятел и мудак. С чего можно сделать вывод, что главный герой мудак и дятел. Я не знаю, просто зачем я это сказал. Что-то для хоррора тут как-то... Как-то бедно на события. Кто-то что-то орёт. Это уже радует. Что монстры тут всё-таки будут. Вот Outlast долго не телился. Он сразу взял за яйца. О боже, как страшно, как страшно. Это всё равно, что увидеть порабощённого лицехватом моба в халфе второй. Помните, да, эти легендарные халф-лайвские зомби? Это была просто песня. Плиз самых нестрашных зомбарей в мире, в истории игр. Уже по гроб жизни будет принадлежать халфе второй. Но эта игра может получить второе место. Ой, вы представляете, если бы халфа, вот та олдскульная, была хоррором. Индию хоррором. Опять что-то сохранили. А тут трёх шагов не пройти, чтобы не наступить на чекпоинт. Да, я вам скажу, инди-хорроры скатываются. Инди-хорроры добиваются, видимо, того, чтобы разработчики вообще перестали делать какие-либо хорроры, кроме как инди, потому что очень скоро люди просто не будут воспринимать такие игры всерьёз, мне кажется. Что за жанр хоррор пошёл в жопу? Ну, давай, что надо, enter именно нажать? А, offline, он не работает. Классическая ситуация, причём, да, в каждом хорроре постоянно оказывается, что ты куда-то должен пройти, а там что-то не работает, надо это починить обязательно. Видимо, разработчики считают, что если в игре всё гладко, ровно работает, всё исправно, все двери открываются, это уже не хоррор. Кто сказал мяу? У меня прямо в ухо, возможно, у меня не 3D наушники, а обычная гарнитура, но мне сейчас прямо кто-то над головой сообщил о том, что в этой столовой лучше не есть. Звуками такими, знаете, блеющими. Не в этой столовой, а в местной, в местной столовой, вот, конечно же. Чёрта в этой игре, как насчёт дать мне какое-нибудь оружие? Мой фонарик, он, блядь, вот этот фонарик, фонарик ближнего света, вот смотрите, он светит, вот чуть-чуть голову поднял, всё, вот он даже на 100, даже на 100, даже столб вот еле-еле освещает, зато хорошо освещает всё, что всё, что вот у меня под ногами, вот у него хороший радиус, круга, но дальность говно. Ещё можно сделать вывод, что у главного героя велосипедный фонарик закупленный в каком-нибудь, не знаю, макси-доме, или, может, кастарами. Что это? Пауэр-генератор. Пауэр-гел-чо-а? А, надо включить. Не, не надо включать. А, перезагрузить питание. Тут такие лианы просто этих проводов, что я не знаю, где, где перезагружается так. Нихуя не понимаю, почему, когда я подхожу, блядь, наступает темнота на этом объекте, ёпта. Экран-то, экран, я не понимаю, экран светится или не светится всё-таки, блядь? Странная графика. Почему-то инди-хорроры предпочитают делать всегда на отставших движках каких-то. Отставших от жизни, как автоваз, блядь, от Мерседеса. Игра сейчас недвусмысленно предлагает залезть в эту клоаку. А, нет, здесь можно в полный рост ходить. Да, нормально. Почему фонарик с такими звуками выключается, как будто он, у него там давление какое-то внутри. О, вот и зомби. Да. Мне кажется, ну, не знаю, может и есть лестплещики, которые здесь будут визжать. О, боже, о, боже, кто-то ходит. Ну, я что, только таких и вижу вообще, не знаю. Может, это атмосферно. Они видят хоррор, значит, надо визжать. Где их таких, блядь, калипает? Unlocked? Что? О. О. А зачем такая цель? Прицел на объекте, зачем такой чудовищный, вообще, квадратный? И это вообще не смотрится. Это, знаете, вот, сейфанфильтр я недавно кидал в группу, видос. Вот там олдфажный, очень олдфажный шутан. Вот там такой прицел квадратный. Я даже не знаю. Будет кто-то на меня нападать, не будет. Но я подозреваю, что лифт я починил. А вот он, первый враг. И за мной закрыли дверь. Они, они мне чуть по жопе этой дверью не дали. Смотрите, я только, только, только зашел. Ногу через порог, ёпта, перекинуть не успел. Они уже контейнер грохнули. Выходи поиграть. Так вы мне дайте оружие-то, чем отбиваться от этого придурка в костюме химическом. Или это войска химзащиты уже пришли сюда на помощь мне? Может, он очень плохо видит? Что-то у него есть фонарь. А, это стелс, я понял. Стелс от бога. Блять, какой тесный, какой-то, какая тесная шахта у этого лифта. Бетти, Бетти, какая-то Бетти просит её спасти. А, или спасут, у меня оружия-то нету. Видимо, в очередной раз, когда в хорроре главный герой какой-нибудь сантехник. Аудиофайл. Нет, мне не нужен аудиофайл. Мне нужен какой-нибудь гвоздодёр, чтобы им драться. Я согласен на гвоздодёр. Я пистолет-то не прошу. Просто я в халфе таких монстров. А, вот, наверное, вот, наверное, первое оружие. Электрик, циркут. Бупассер, блять. Хуй сильно. Бупассером буду сейчас хуй вертить, наверное, нет? Ебать. Если что, блять, электрошокер? Бабский, видимо. И как им пользоваться? Дождите. Какого хуя он его убирает? Ну, не знаю. А, это для открытия дверей. Стрэйш. Смотрите, он заряжает панель или разряжает, наоборот, её. Какая интересная, блять, система открытия дверей. Отлично вообще, очень классно придумано. Этот не надо позаряжать? Господи, какой бред. Ёб твою мать. Монструм по сравнению с этим просто божественная игра, я вам хочу сказать. Локи-токи. Я взял рацию. Единственное, только что хочу сказать, что у меня и до того, как я взял рацию, была отличная радиосвязь с кем-то налажена. Теперь, видимо, будет просто офигительная связь. Что это происходит? А, это загрузка такая? Красотища. Шикарная, как вся эта игра. Используйте ваше оружие. Чё используйте ваше оружие? Я использую моё оружие, вы мне только дайте его в руки-то. Пистоль. Ёпта, всё. Всё понятно, что это за игра. В ней есть пистоль, и в пистоль три патрона. Пистоль на три патрона. А, на девять, девять патронов, конечно, есть. Да, что-то я гоню. Зачем я гоню на игру раньше времени? Ну, подумаешь. Пистоль, ну и что? Здесь надо вот опять вот этой волшебной палочкой поколдовать. Люментиал! Акцо! А, ближай, как там? Заклинание открывания дверей-то. Похеру. Сука, надо ещё раз Гарри Поттера посмотреть. Нельзя, нельзя забывать самую крутую магию из этого фильма. Я думаю, надо помнить. Где мой пистоль? У меня такой инвентарь засранный. Смотрите, это первый шутер, где я нажимаю на кнопки, он переключает оружие, но при этом мне не показывает весь мой инвентарь, чтобы, ну... Обычно нажмёшь, тебе показывают, что у тебя на вот эту кнопку вот это оружие, на вот это вот это. Ладно, пойду-ка я завалю кого-нибудь. А то что-то скучно прям. А, какая длинная очередь. Он пытается прострелить насквозь, наверное, эти коробки, я не знаю. Может, он их лазером режет. Если бы я не видел, что кто там, я бы подумал, что кто-то работает отбойником. Интересный, интересный режим огня здесь у них. Смотрите, когда герой наклоняется, пистолет остаётся прямо стоять, блядь. То есть из-за укрытия нельзя высунуться и пострелять. Охрененно! Хе-хе-хе-хе-хе. Небать, да это пулемётчик Ганса. Ой, блядь. Нихрена он подкрался, я аж и не ожидал, я уже не ожидал. Ну, я ему успел выстрелить, по-моему, раза четыре в чердак. А, но он не сдох от этого. Дождите. Чё-то я расстроен. Я проиграл шутан первому же мобу, да. Это не шутан, это хоррор. Какой ты нахуй хоррор, блядь. Штаны-то, ёпт. Ой, блядь. Может, вот так надо нагибаться, чтобы пострелять вправо? И зачем это можно брать? Что это такое? Так, я могу забрать его автомат с бесконечной обоймой? Нет, не могу. Он его утопил в грязи перед смертью, чтобы он мне не достался. Вообще, у него поза такая, знаете, вот если сейчас, типа, представишь, что он стоит и держит череп, то это что-то типа... Это поза «Бедный Йорик», я бы его так назвал. И я знал его. Надо подумать. Надо подумать о том, идти ли здесь дальше куда-нибудь, потому что что-то... Блядь. Стрелять в это не надо. Что это за объекты вообще такие? Да. Не, ну если это хоррор, объективно я папа римский. Он 2-0 в мою пользу. Сколько тут до конца игры-то осталось? Главное не давать им начинать стрелять по тебе первыми. Это вообще проигрышная ситуация у них в том, что... Очередь, как вы видели, бесконечная. В перезарядке они не нуждаются. А это что за... Красным скотчем заклеили дверь, видите, не пройти здесь. Возможно... Ой, ну вот это точно должно взорваться. Оно так светится. Да хуй там. Так, снова надо мою волшебную палочку, видимо, и поколдовать над этим замком. Блядь, перед Натерском гения хакерства дверь открылась. Самое отстойное, что из врагов здесь даже патроны не падают. Блядь, откуда ты взялся-то? Не было же никого, ёбану. Да, наверное, у него камуфляж, он может становиться невидимым. Я прошёл за барьер. А, я снова в начале игры. Где я? Подождите. А-а-а. Блядь, нет, туда не пойду больше. Там злой фашист с автоматом. Они, кстати, на фашистов что-то похожи, наверное, шлемами. Снова можно оценить классность моего фонаря. Он просто жжёт. Он просто... Я не знаю, 6 тысяч люминов минимум в этом фонарике. Я думаю, что главный герой светит, знаете, фонариком, интегрированным в зажигалку. И то уже порядком подсевшим. Ну, пока всем покажешь, какая у тебя зажигалка крутая. Опа, уже и фонарик сажается. Так, я там видел, какая-то дверь вначале открывалась. Но туда бежать, едрит. Может, тут есть броня. Может, есть дробовик. Может, тут есть... Блядь, да что бы здесь не было, эту игру это уже не спасёт. Это лютый кал. Это просто лютая... Это 2015 год. И кто-то догадался выпустить вот это. Это, знаете, для чего такие игры, чтобы самые упорные люди, которые мечтают зайти на Олимп Ютуба, запилили прохождение. Вот такие игры. И люди же посмотрят, кстати, вот. Которые сами-то не хотят такую хуйту играть. Я уверен, что они посмотрят, но... Ну, не подпишутся, потому что... Не знаю, ты можешь быть трижды бог летсплея, бог вообще чего угодно. Но... Игра-то неинтересная вообще. Это... Что это такое? Не знаю, эта игра, по-моему, родилась мёртвой на свет. Вот так. То есть, люди... Эту игру даже разрабатывать было неинтересно. Понимаете, они... Они сами... Они с самого начала... Нет, они где-то... Через... Наверное, через пару дней после того, как начали, поняли, что получается какое-то говно. И забили хрен. То есть, ну что это... Посмотрите, что это за локация, блядь? Зачем тут этот тупик? Нахера тут эти лабиринты нужны? Они... Они делали шутер, но шутер получился очень убогий и дерьмовый. Они... Поэтому... Ну, как я понимаю. Поэтому они сказали, что... А, это не шутер, тогда это хоррор. Потому что убогий хоррор, это не такой позор. Все делают убогие хорроры сейчас. Я уже в начале сказал, убогие хорроры просто начинают доминировать над всем остальными жанрами. Вот. И поэтому... Они просто сменили жанр и... И выпустили. Игру, которая планировалась как шутер, но получилась как хоррор. Потому что от хоррора тут, ну, вообще ничего нету. Тут есть дерьмовый шутан. Абсолютно убогий. Корявый, голимый. Ни движка, блядь, ни графики, ни сюжет, ни смысла, ничего. Вообще ничего. Потрясающе. Двенадцать... Двенадцать... Пятнадцатый год. А, и кто-то же заспани... А, нет, какой-то же инди игра. Просто впустую кто-то денег немножко выкинул. Вот где? Где он? А, вон он где ходит. Чё-то он какой-то крепенький, я вам скажу. Бессмертный враг. Я, по-моему, я правильно понимаю, да, объективно. Я трезво оцениваю ситуацию. По-моему, он бессмертен. По-моему, я достаточно выстрелил в него. Учитывая, что все его собратья по этой игре упали после двух выстрелов. А этот не упал после шести, после десяти. Причём, что я целился вроде как в голову. И теперь игра вообще уже не хочет загружать мне даже этот уровень. Она услышала, что я её поливаю говном, обиделась и больше не даёт мне играть. Она говорит, ну не нравится, иди нахуй. И вот что, она мне говорит, посмотрите, ну что за хуйня. Алло, игруля. На самом деле, это мой компьютер предпринял отчаянную попытку прекратить вот это, то, что здесь происходит. И завис. Но я перезагрузился и продолжил игру. Благо, что сохранение здесь на каждом шагу. Но при этом чекпоинт не обновляется. То есть я в прошлый раз пришёл сюда с кучей патронов, и меня убили. И я появился там снова без патронов. То есть мне нужны патроны. Снова возвращаюсь. Снова колупаю. Очень интересный взлом замков в этой игре. Он заслуживает отдельной серии. Вообще эта игра заслуживает игротрёпа, по-моему. Давненько такого ничего не выходило. Я думаю, надо обсудить. Да, я угораю. Конечно, никакого игротрёпа здесь не будет. И в помине. Никогда. Вообще ни за что. Но сделать ещё одну серию этой игры и рассказать о взломе замков поподробнее, это обязательно. Потому что я думаю, что если я не расскажу, никто не поймёт вообще, как здесь открыть замок. Очень сложно. Надо быть опытным медвежатником просто, чтобы... Сейчас, если этот чел бессмертный, я просто вообще офигею. Потому что, ну, раньше хорошо было такое, что на плойку были игры. Знаете, это игры из чёрного списка. Это игры, которые в магазине не принимали даже на обмен. Я помню, корпорация PAX. Была такая игра, PAX Corpus, она называлась на первой плойке. Игра, которая на втором уровне, невозможно было её пройти, потому что там что-то не разбивалось. Можно было разбить выключатель, но нельзя было открыть барьер. Вот, вот что было. Поэтому эту игру не принимали на обмен, и она была вообще... Не знаю, откуда она взялась у меня. Вот, и... То есть, ну, времена-то какая-то... Были-то лет 10 назад, сука, 12-15, может быть. Сейчас, 2015 год, и вот я вижу бессмертного моба в игре. Понимаете-ка, в чём дело? Видит мне немножко... Так. Так. Я думаю, этот бой войдёт в историю видеоигр. Я думаю, надо решить вопрос с помощью волшебной палочки. И он говорит ещё по-немецки. Да, и... И да, он бессмертен. Может быть, прорашить мимо него и посмотреть, что там будет дальше. Ну, можно прокраситься мимо него. Можно его, наверное, не убивать, я не знаю. Просто мой кореш говорит, что я слишком мало делаю первые вот эти первые взгляды, что я неправильно их делаю, что надо вырезать лучшие моменты. Он путается с тем, что он хочет видеть. Что-то между... Среднее между обзором и первым взглядом, чтобы были вот чисто шутки, шутки, шутки. И желательно полтора часа. Вот только через полтора часа он говорит, что игра раскрывается. До этого делать они выводы рано. Вот поэтому мы сейчас будем полтора часа смотреть на эту игру. Чисто вот можете ему сказать спасибо. Ну и почему он встал на месте? Почему он стоит? А, новая цель добавлена, по-моему. Или новый объект. Ой, может здесь можно на машине ездить? Да шо вы, ёбнулись что ли? Конечно нельзя. Можно на неё пофапать только, посмотреть. Какая машина. Просто гонки по дракенролл там такая была. А, чё тут вообще? Ещё что-нибудь есть? Кроме бессмертного фрица часового. Не знаю, тут есть огромная локация, по которой можно блуждать. Вообще без цели, без всего. Карта, а карта есть. А где я на этой карте? А хер его знает, где я на этой карте. Я не вижу, где я на этой карте. А вы? Я думаю, это я не вижу, потому что меня нет на этой карте. Это просто карта. Классическая карта, она у тебя есть? Ходи. Типа, о, ориентир. А, какие-то, какие-то шары здесь на крыше. Открываем карту, ищем шары на крыше. И понимаем, что я где-то около Mercenary Quarters. Наверное. Куда я иду, чего я иду? Шутер с открытым миром? Это шутер на уровне Fallout, да, походу? А вот зомби. С ним можно что-то поделать. Да ничего с ним нельзя поделать. Вообще ничего не видно. А, да это же тупик. Что мне, что, 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 что не хотят, чтобы я с ним сделал? Инженер Курпс. Труп инженера. И на какой хуй мне нужен труп инженера, я понимаю. Понятно. И теперь снова бежим по этой бесконечной локации, что-то ищем, что-то делаем. Короче, я не знаю, если вы любитель инди, как в этом, в зеленом слонике, посмотрите, как дождь падает наискосок. Вот здесь вот над лампой видно. Очень классно. Весь вертикально, а здесь вот он прям кружится. Прям вот он, ну, смотрите. О, какой необычный эффект, да? Аномалия воздушная. Здесь протяжение. А, здесь, смотрите, дождь вообще слоями падает. Видно, вот стена дождя, вот стена дождя и поперек. То есть клетками дождь такой нарисован, блядь. То есть, если вы, как в фильме «Зеленый слоник» любите есть говно, я вам советую поиграть в эту игру. Братишка, я покушать. Братишка, я поиграть принес. Точно, прикол, прикол придумал. Короче, записывайте эту игру на флешку, приходите к другу и говорите, братишка, я поиграть принес, давай поиграем. Я надеюсь, что ваш друг смотрел «Зеленый слоник» и он поймет, о чем вы говорите. Давайте узнаем, бессмертен ли этот часовой. У меня два патрона. А, я попал один раз. Ну, по крайней мере, один раз я попал. Все. Пошла ты нахуй игра. Я такого дерьма, блядь. Даже от инди-хоррора не ожидал. Это полный пиздец. Так что, Амиго, совершенно жмите, что-нибудь пишите. И надьё. Ну и, собственно, раз уж вы видите эту картинку, это значит, что вы досмотрели серию до конца. А это значит, что самое время для видеоурока о том, как добавить мой канал в белый лист в расширении от блог. Нужно правой кнопкой кликнуть по его значку в вашем браузере, поставить галочку напротив вот этого пункта. Затем зайти на мой канал или на любое видео, нажать на этот раз левой кнопкой мыши по значку этого расширения и выбрать вот этот пункт. Не надо думать, что реклама это что-то ужасное, что помешает вашему просмотру. Выскакивает она от силы раза 3 или 4 за всю серию. В основном в виде маленького незаметного окошка внизу экрана, которое можно к тому же и закрыть. А если и не закрывать, то через какое-то время окно само побледнеет. Просмотр и клики по рекламе помогают каналу развиваться и все такое прочее. Поэтому, если вы неравнодушны к чьему-то творчеству на ютубе, добавляйте его канал в белый лист. Не будьте жопами. В то же время не стоит отключать это расширение совсем, чтобы хуесосы, которые занимаются перезаливкой чужого творчества на свой канал, не получались этого вообще нихуя. На этом все. Спасибо, Амигос. Я вас верю.